Сидит человек и может сказать, что «Эй, давай, бой, вот это, спой, ну же, эй, давай». Приехал, отпел и уехал? Да. Это словно до священника. А, да. Не, не. Так я изначально знал, что у меня корона была. Но доктор меня уверял. Не, 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 Зафасчик, это не то. Это абсолютно готов. Я оплачиваю, допустим, за 4,5 мегабит в секлогу, а получать все 12. Это как? И как мы с таким интернетом можем делать онлайн-концерт? Ребенок очень талантливый. Ребенок, допустим, может петь, умеет петь, но папы нету. Кормилица, мама. И причем она работает на двух работах, чтобы как-то выжить. Салам алейкум, это подкаст «Три медведя». С вами сегодня белый панда Бурый. Бурый – это я, Берузна Срединов. Панда у нас Фархот Холматов. И белый Исканда Мирзагани. Депа Таджимаева сегодня нам не помогает. Напоминаем, что мы говорим про коронавирус, но без паники, без истерии. Говорим о проблемах, полезных идеях и о людях. Сегодня мы будем говорить о шоу-бизнесе в условиях пандемии. Нет концертов, нет гастролей, нет фактически ничего. Кроме одного, полного погружения в музыку. И сегодня у нас в гостях продюсер, ведущий, исполнитель авторских песен и народных песен Зафар Абдуалимов. Доброе утро, Зафар. Доброе, доброе. Как у вас дела? Неплохо. Как настроение? Ну, настроение, скажем... Как прошла пандемия? Вы остались безработным? Как сердцебиение? Машину продали. По финансовой части. Получили. А причем Турзу и Суев? А что с клипом-то? Я не знаю. С клипом вроде... Ну, в общем, ребят, еще раз приветствую Зафару. Резакидали. Ну, это вот мы поигрались, пусть говорят. Сегодня мы говорим о проблемах таджикского шоу-бизнеса, с которым столкнулся в условиях пандемии. То есть, нет работы, фактически нет ничего. Сколько времени ты лично, Зафар, остался без такой прямой работы? Ну, скажем так, с 18... С 18-го... Года? Апреля. С 18-го апреля, да, примерно. Но сказать, что я полностью был безработным, не сказать, потому что я, кроме того, что, как бы, занимаюсь определенной деятельностью, я еще работаю государственным, на телевидении, скажем, Богори Стон, продюсер в консерватории. Продюсером и ведущим телевидения? Нет, я уже не ведущий, я уже полностью продюсер и, как бы, член жюри, продюсер проекта Парвинь. Вот, и в консерватории. Так как, получается, решено было оплачивать, ну, они оплачивали зарплату, в любом случае, ты, как бы, не остаешься без куска хлеба. То есть, какой-то заработок все-таки был? Какой-то был, да. Какой-то был. Ну, как я знаю, ну, вообще, мы знаем, что планов было у тебя очень много в этом году, но сколько всего пришлось отменить проектов, выступлений, мероприятий в этом году? О, насчет этого не говорите. Больная тема. Это больная тема. Я в марте должен был уехать в Китай снова. Между прочим, до коронавируса у меня поездка была в декабре, в, по-моему, 15-го я улетал в Китай, Пикене. И там несколько концертов провели, все было шикарно. И вот оттуда я прилетел с таким, с такой, ну, сказать, с гриппом. С гриппом. С гриппом. С гриппом прилетел. Какого числа ты прилетел с гриппом? 15-го декабря. Нет, 25-го декабря. Нет, 21-го декабря я был в Душанбе. 21-го. Но, что оказалось, это действительно грипп. Через пару дней я улетел в Белоруссию. Разносчик такой. Ну, это был грипп, слава богу. Но тогда, когда я уже в Душанбе попал, потом слышу, что эта болезнь появилась все-таки в Китае. И тогда у нас была, скажем так, запланирована еще одна поездка. Это в мае и в марте месяце на Наврузс и после Наврузса. Там дней, по-моему, 15. Тоже в Китае? Да, тоже в Китае. На Наврузс? Да. Несколько концертов. Я уже ежегодно там, в основном, на Наврузс. И несколько концертов там. И потом, кроме этого, еще проекты. Вернее, мой проект, который сейчас... Ну, не могу раскрыть все нюансы, но как бы уже на стадии одобрения. Слушай, Наворд, мне интересно. В Китае, ты говоришь, у тебя концерты постоянно там, да? Да. А кто приходит? Туда приходят китайцы. Дунгань или китайцы? Нет, именно китайцы. Именно там международный состав получается. И дни культуры Таджикистана тоже. Не-не-не-не-не-не. Это не дни культуры. Это получается, я там выступаю с определенной программой, с танцовщицами, со всеми делами. Мы показываем таджикскую культуру там. И вот то, что вы сказали, народные песни я пою. Я в основном там стараюсь, народные песни в новых обработках. Фьюжн. Да, фьюжн. Там исполнять, чтобы показать нашу культуру. И там и зрители, это посольство России, посольство Белоруссии, посольство. Это все послы, все, скажем так, люди СНГ. Работающие, живущие там. Ладно, у тебя есть дополнительный заработок, да? Ты работаешь на телевизоре, плюс продюсер. То есть, все равно какие-никакие капают средства. А коллеги по цеху? Вот вы с ними как-то кооперировались, связывались. Вот есть же начинающие артисты, которые вроде бы загорелись в том году, да? И вот сегодня, и в этом году, получается, они ушли вниз. Ушли вниз, да. И другие артисты, вот как они переживали? Есть какие-нибудь интересные значения? Ну, они, конечно, переживали. Ну, таких интересных нет. Наверное, скорее всего, чуть-чуть, ну, не печальные, конечно, но сказать, что не очень-то радостные. Потому что, так как у них была изоляция, так как это самое, сейчас эта изоляция уже закончилась. У них, я смотрю, у них уже и желание попало. Вот то, что мы столько времени работали, и довольно талантливые дети, талантливые люди уже и пересмотрели свои приоритеты. Сейчас, допустим, один певец, который, если не буду называть его, ученик мой, которого я стараюсь сейчас протежировать, ну, до этого протежировал, сейчас он переквалифицировался и ушел в другую степь. Чат-рулетка? А? Чат-рулетка? Да. А, я видел. И причем это за полтора месяца, который он провел дома. Пене как профессия у него исчезла, а получилось пене как хобби. Это, на самом деле, для этого человека это печально, потому что это очень талантливый ребенок. И действительно... А вот как относишься к тому, что мы сейчас затронули всему чат-рулетки, потому что ребята пытаются выйти в digital, то есть, ну, чаще всего это просто копирование российского контента. И сейчас в YouTube я смотрю наши таджикские молодые певцы, ребята, ну, чат-рулетка всем понятно, да, что это? То есть, ты сидишь, тебя выкидывает непонятно на кого, и там сидят ребята почти 15 лет, которые матом этому парню говорят, давай, пой, что ты там, да, я не могу просто мастерить, как они говорят, да, да. И они, как эти, начинают петь просто, вот, как ты к этому относишься? Знаешь, Скандар, я вот скажу так, я особо с чат-рулеткой не соприкасался и не следил, как это все происходит, но, в принципе, я принцип понял. Этот принцип и без этого чата-рулетки есть и присутствует. В частности, у нас это есть. Допустим, есть такое, что сидит человек и может сказать, что, эй, давай, там, бой, так, всяк, там, вот это спой, ну, же, эй, давай. А этот поет, допустим, певец поет, останавливает посреди песни, не, не, это, как будто ты переключаешь магнитофон или, там, я не знаю, в ноутбуке переключаешь песню, понимаете? Да, это есть и без этого чата-рулетки. Поэтому я к этому отношусь очень-очень негативно. Почему? Потому что это бескультурие. У меня вопрос к вам о ВМ, ребят, так как вы уже аксакалы шоу-бизнеса, то есть я, как человек творческий, и вот Бехрус знает, он продюсер, то есть когда я пишу сценарий, либо делаю какой-то дизайн, раскладровку, не суть важно. В общем и целом бывает такое, что я взрываюсь. Когда приходят глупые комментарии или там какие-то глупые вещи нам говорят, ну и у вас такое бывает, то что кто-то сидит за столиком, там, или кто просто почувствовал себя, хочет власть свою показать. Бывает, что просто так, со словами вспомни, там, я еду в Магадан. Твоя, не твоя песня, не важно. Вот как вы молодых ребят к этому готовите психологически? Как готовлю? Я готовлю их психологически к тому, что в этой профессии возможно все, абсолютно все. Может быть, да. неуважение, может быть, какие-то высказывания неправильные. Но певец, он должен на это реагировать. Реагировать именно агрессивно. Почему? Потому что ты делаешь свое дело. У меня ситуация была. У меня была ситуация, которая на одной свадьбе, вот элементарно, на одной свадьбе. Я человек такой, я стараюсь ходить на те мероприятия, где я знаю, какие люди, какой контингенции. Какая аудитория. Какая аудитория, допустим. И, ну, эта свадьба была так. Меня попросили, мои учителя, которые в коммерческом преподавали мне, второе образование у меня здесь. И я приехал. Если я не ошибаюсь, в этой свадьбе ему бы присутствовали? Нет, нет. Я приехал, отпел и уехал. Ну, суть не в этом. Суть в том, что я приехал... Приехал, отпел и уехал? Да. Это слоган для священника. А, да. Не, не. Ну и, прошу прощения. За словом в кармане полезет. За словом в священник. Новая кликуха. Нет, факт, что там приехал на выступление, выступил и уехал. Теперь так скажем. И во время этого выступления подходит ко мне мужик. Мужик так подвыпивший прилично. И я пою, соответственно, это не мои музыканты. Я приехал как бы в гости. Там буквально на 15 минут спеть и уехать. А он приходит и мне вот заказывает. Что, если не секрет? Ну, не могу это сказать. Ну, если не секрет. Я просто могу своим опытом поделиться, когда я веду мероприятие. У меня был такой случай. Часто подходили такие, знаешь, подходят и вот так вот. А я за музыку вообще не отвечаю. Я ведущий там сидит. Да, вот тоже сразу же начинается. А ты ведущий, ты типа отвечай за все. И ко мне подходят и говорят. А ты ему что на это ответишь? Ты стоишь и говоришь, братан, он к диджей уйдет. Ты что, ко мне подходишь? Или поставь какую-то песню. И еще деньги суют мне. Это не ко мне. Нет, туда идти. Ну, и в эти моменты это был бы хорошим. Так у меня даже ситуация. Кулаби Бухон. А. Да, я прошу прощения. Кулаби Бухон и это самое. Я, соответственно, соответственно, я не могу диктовать этим музыкантам. Я определенные программы я им сказал. Вот это, вот это, вот это, вот это. Все. И я говорю, хай, посмотрим. Так, отнекиваясь. Через некоторое время снова. Ну, если бы я там вспылил, вся свадьба была бы просто коту под хвостом. Да, насчет того, что действительно очень много мероприятий бывает из Канарта, что задал вопрос. В тот момент ведущие и большинство, ну, люди, которые на сцене, они стали уже, можно сказать, психологами. Они стали психологами в том плане, что когда видишь пьяного человека, ну, сам, на личном опыте, я сразу начинаю, опять же так, заказ композиции насчет слов, как ведешь ничего, ну, вот основном то, что скажи артисту, чтобы вот эту песню пела, скажи артисту, чтобы он так делал, скажи артисту, чтобы он перестал петь. И в тот момент сразу ты смотришь на человека, как бы психологически скажешь, да, 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 обязательно, вот через пять минут, через десять минут, и так три часа проходит. Он, может, через час он уже не подойдет, потому что не в состоянии будет. Или забудет. Или забудет, да. Такие моменты тоже вот как-то... Такие есть, но... потому что вот как подготавливаю. Я обязательно подготавливаю тем, что знаете, что такое может быть. Но я не выпускаю, не запускаю, ну, не вожу с собой своих подопечных, учеников в те места, где вот такое может быть. Сегодня за фармом поднимали тему молодых талантов и как тяжело им пробиться вообще вверх, стать более популярными, известными. В том году, практически ровно год назад, мы провели такое мероприятие, как Центр Эджерс Го Талант, в котором Таджикистан успешно победил. Но победил благодаря вам и благодаря партнерам, потому что без них бы это не прошло. И один из этих партнеров была компания Кокакова, которая и сейчас является нашими друзьями и партнерами этого выпуска. Зафар, мы слышали, что ты болел. Честно скажи, было страшно вообще? Мне, честно, нет. Хотя мой доктор всячески скрывал от меня, пыталась там она как-то... Вначале, получается, ты сам не знал, что ты... Так я изначально знал, что у меня корона была. Но доктор мне, уверял, не-не-не-не-не-не, Зафарчик, это не то, это совсем другое, просто это самое. И выписывает мне лекарство короной. Понимаешь? Вот это самое. Она боялась, что у меня паника будет. Потому что, считай, тогда еще объявлено не было, что в Таджикистане есть корона. вот, и получается, это было страшно, потому что для наших это еще никто не знал, как, что, что к чему. Только по видео мы видели, там, что было в России, там, что болеют, как их лечат. Поэтому, как бы, наш доктор пыталась это скрыть, но у меня паники не было. У меня состояние такое было, что без разницы, если Богу угодно, он меня заберет. Если неугоден буду я ему, так оставит. Главное, я просто, если уходить, то безболезненно, то бишь, без мучений. Вот, вот такое состояние было. Но, чтобы я боялся, этого не было. Абсолютно не было. Вот. Я считаю, то, что это, наверное, хоть на 20% мне помогло выздороветь. Потому что нету паники, нету... Делай, что тебе сказано. Делай, что, доктор, тебе вели без стресса. Вот стресса нет. Просто делаешь вот как, как делаешь. Поэтому это хорошо. А сейчас как? Сейчас нормально. Сейчас нормально. В бой? В бой. Ну, правда, к сожалению, друзья, которые, некоторые друзья, которые были и заболели почти там со мной и почти так же, как я, они, правда, умерли. Мы их потеряли. Но нечему радоваться. За себя, да, то, что прошел, это то, что это самое. Но, в принципе, этот период, как бы, он отпечатался не очень-то позитивом, скажем так. Зафар, а если не секрет, да, как бы тяжело не было, сколько вот у вас друзей потеряли бы? Ну, из тех, с которыми я очень близко общался, это двое, двое, одному 30, другому 37. Молодые. Да, молодые. Молодые. И, причем, один из них спортсмен, прям, в прямом смысле этого слова, который постоянно качался, занимался, нас за собой таскал, что нельзя там, животы у вас вылезли, но на самом деле это реально печально. То, что это такие молодые люди, ребята. Но я считаю то, что, может быть, это случилось от того, что они немножечко халатно отнеслись к этой болезни. Почему? Потому что, допустим, один из них, ну, правда, так, как и я, у меня лечение началось только на 4-5 день, и так же у него началось, но я иммуномодулятор и определенный пил. А он, похоже, насколько я знаю, он ничего особо-то не делал, только чеснок и все такое. Он, как бы, я здоровый, я спортсмен, как бы, это у меня все пройдет. А диагнозы не ставили? Он даже в доктор не обращался, насколько я знаю, и на 5-й день только он обратился, и его сразу положили. Но, насколько я понял, то, что это уже на 8-й, да, уже на 8-й и его уже не стало. И причем, что печально для меня, что я об этом не знал. Мне это рассказали, мы не были на связи, так как я сам болел, и я сам очень тяжело перенес. У меня последний, по-моему, 10-й день, 11-й день, я, как бы, я уже, я уже был абсолютно готов, что могу уйти в любой час, в любой момент. Поэтому я с ним не созванивался, я не знал об этом. И я уже, я узнал об этом где-то на 13-й день, 14-й день своей болезни. И вот за счет этого чуть-чуть как-то на душе кошки, что ну, хотя бы не позвоним и спросим. Наше соболезнование тебе за бордюм. Многие говорят, во время болезни, да, даже во время самоизоляции пришлось переосмыслить жизнь, да? Да. С тобой, что происходило в этот период? Ну, я, благо было время все обдумать, все, что ты делал до этого, все, что ты делаешь сейчас, и что ты собираешься делать дальше. А дальше, я вот насчет будущего, скажем так, об этом никто и до этого, конечно, не знал и не может знать, кроме Бога. Но эта пандемия еще больше это все усугубила, поэтому я сейчас будущее вижу только по состоянию сегодня. То бишь, как пандемия, как эта болезнь будет как бы варьировать и закрываются ли дороги, не закрываются ли дороги. Вот свои планы как бы на будущее я строю сегодня. Причем ближайшее будущее на неделю, на две недели, на большее не получается. Потому что каждый день меняется, каждый день какие-то новости. вторая волна, я не знаю, что-то, что-то, что-то. У меня приоритеты поменялись немножечко, я уже смотрю на жизнь чуть-чуть по-другому. Смотрю более, скажем так, общаться больше нужно. Ты понял? Пришел к тому, что нужно с близким больше общаться, проводить время. Да, вне зависимости от того, что у тебя там много дел, слишком все успеется, все сделается. потому что ты всю работу не сделаешь, всех денег не заработаешь и все. Есть вот сегодня, я не знаю, столько и там кусок хлеба. Ну и слава Богу, надо, конечно, стремиться к большим, но ближе к своим, ближе к родным. Потому что завтра действительно никто не знает, что будет. Сейчас разрешили опять проводить свадьбу. Вот. Но, грубо говоря, хороший заработок, это деньги постоянные. Ты же заметил, как я сказал? Да. Да, Засиял. Только что говорил, деньги не важно, нужно быть близким. Жить-то надо. Ну и вот. И в Узбекистане тоже недавно была свадьба, на которой очень много людей заразилось. Я читал. Я читал. Вот сегодня, насколько я знал, Бехруза мероприятие. Да, сегодня у меня свадьба. То есть, у меня несколько вопросов. Бехрус, ты не болел, у тебя нету антител, ты будешь маски выступать, вся свадьба будет сборище ниндзя. Я представляю такую картину, ведущий выходит на сцену и смазкает. Нет, кто отец, дайте ему слово, кто отец? А где вы? Ну вот, не боитесь или выступать сейчас, грубо говоря, вы идете на свадьбу, там много людей, наверняка все будут без масок. Они зайдут в масках, там, как есть в маске, И начнется это хождение, опять же, пьяный разговор, давай побратаемся. То есть, вот нету страха, или вы как-то ценник свой повысите, просто прайс лист за экстрим? Здесь прайс не надо завышать, потому что это были заказы еще до пандемии, которые потом перенесли даты свадьбы, но по поводу того, что выйти в масках, это, ну, это нелогично, ведущий, который выступает на масках, какой звук и как это разговаривать вообще. Но с законом то, что сейчас на данный момент 100 человек может на свадьбе быть и определенная с дистанцией, я думаю, то, что в ресторанах будет соблюдаться микрофоны, наверное, меньше будет. Микрофоны передавать, вот это все. но у ведущих должны быть свои отдельные микрофоны. Ну, по идее, должны быть. По идее, да. По идее, да. Но никогда... Но есть у меня, да. Вот. Антисептика, да, у нас история была, между прочим, Зафар тоже на свадьбе был, когда я забыл выключить микрофон и это в апреле месяце было. 18 апреля. 18 апреля, да. Зафар-то помнит эту дату? И как я забыл выключить микрофон, ну, я взял и говорил, ребята, антисептиком попрызгал там, микрофон был включен. И этот звук и весь так поступил. Я говорю, Зафар, я говорю, это, есть плюс в том, что микрофон теперь надо обрабатывать антисептиком. Знаете, какой? Все вы знаете, когда ты, кто-нибудь подходит к микрофону, до этого поел что-то такое страшное. И особенно, если я это число, да. И ты, зрители, не все знают, что микрофон очень хорошо впитывает запахи. И когда ты берешь после человека такого микрофона, Зафар, 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 знакомый. Это отдельная тема, реально. Там губка, кроме того, что вот, допустим, сейчас сверху губка, а там еще изнутри есть губка. А мы каждый раз обрабатываем Зафар, чем мы уже спокойно поближе. А, да? Не, я про свадебные микрофоны говорю. И там реально уйма народу там говорило. И это самое. И реально некоторые настолько имеют запах, пахнут вообще ужасно. Вот этот момент, знаете, что он сделал? Да, да, да. Очень ужасно некоторые микрофоны пахнут. Но, да, действительно, это плюс. Теперь я дальше буду так и делать. Зафар, скажи, вот почему в Таджикистане была только одна попытка провести онлайн-концерт у соседей у наших, допустим. Чуть бы не каждый день был онлайн-концерт. Что-то я запамятил. Это Аслишо, который делал? Да? Да. Не, вообще, а у нас одна попытка была. Одна, да. Не, Аслишо он сделал. Он молодец, то, что решил это сделать. Но, действительно, я тоже считаю, что нужно было больше. я сам собирался это делать. Концерт онлайн. Но, я не знаю, может быть, ну, у нас, во-первых, у нас интернет плохой. Это отдельная тема? Это, да, это отдельная тема, которая, действительно, требует обсуждения, потому что интернет, он может, ну, я человек, который, я прямо всегда говорю, я оплачиваю, допустим, за 4,5 мегабит в секунду, а получаю 512. Это как? И как мы с таким интернетом можем делать онлайн-концерты? Я элементарно по инстаграму прямой эфир нормально не могу сделать. Вот. И поэтому... Ну, наши же артисты как-то выступали в этом онлайн-концерте, который был организатором Масляшова? Ну, как-то выступали, как-то выступали, слава богу, то, что интернет не было. Без сбоя. Да, да, без сбоя, но это не факт, то, что в следующий раз может не случиться сбоя. Поэтому это просто провал будет, если будет сбой и все такое. Поэтому, я думаю, что, наверное, причина в этом... Основная причина. Основная причина, наверное, в этом. А так наши, конечно, наши певцы, наши, скажем, люди искусства с огромным желанием бы отнеслись к этому. сидя дома, человек поющий, он должен где-то выплеснуть эту свою энергию. С интернетом понятно, да? А вот почему бы не проводить концерты, скажем, даже квартирники-капустники, может быть, даже в записи, не только в эфире. Ведь много наших граждан, много таджиков за пределами страны либо застряли, либо живут. У них там за пределами с интернетом все в порядке, чтобы они могли смотреть. Им же тоже нужна была поддержка. Ну, в принципе, можно было. Ну, так как, на самом деле, каждый был в это время в своих заморочках, проблемах. Допустим, я бы с удовольствием это сделал. Я, будучи ослешу, я еще болел. У меня, во-первых, еще, кроме того, что с температурой, там все, у меня еще давление высокое. И в таком виде это самое. Как можно, будучи больным, это все устраивать? Поэтому, лично я, только из-за этого я не устроил. А так все, все были за, допустим, ребят, с которыми я общался. Это, наверное, все-таки из-за болезни, потому что каждый был в своей заморочке. Некоторые близкие, родные, которые валили, некоторые тоже были. Допустим, они сами, слава богу, здоровы, но кто-то из них, из семьи болеет. Допустим, у всех были проблемы в это время. Поэтому и не делали, наверное. То есть, странам очень сильно пандемия ударила? По всем ударила. По мотивации? Насколько я сейчас вот понимаю, ну, город маленький, ну, в смысле, вообще, страна маленькая у нас. и там особо не нужно через СМИ открывать, чтобы узнавать какие-то новости. Можно просто позвонить, там, мой родственник в этом городе или там, мой родственник в больнице, там, где я работаю, и узнать, что, что к чему. Это не до этого было. Не до этого было. Сколько времени понадобится для шоу-бизнеса, да, вот после пандемии, чтобы шоу-бизнес вернулось на свою позицию? Вот по-твоему, сколько времени? Ну, немало времени. Почему? Ну, вернуть, как сказать, во время пандемии у многих музыкантов, певцов, конечно же, появляются новые идеи, так как они сидят, у них есть много времени, они сидят у телевизора, они сидят сами с собой, в домках, многие новые идеи, новые песни придумывают, там, все такое. Но, это не означает, что все, вся концертная деятельность, все вернется на прежнюю, скажем, на прежний уровень очень быстро. Потому что народ еще боится, допустим, ну, лишний раз выходить до сих пор, это самое, никто не будет выходить. тем более, что вторая волна, как сказали, я не знаю, где она, насколько я знаю, больницы пусты, насколько я понимаю. Но говорят, вторая волна, ну, раз вторая волна, значит, все равно люди боятся, они еще, мы-то не знаем, что третья волна будет. Поэтому этот год, наверное, как минимум нужен, чтобы вернуть в то русло концертную деятельность людей. И, кроме того, уже люди привыкли, привыкли к этой изоляции, привыкли к тому, что они не могут, я извиняюсь, обняться, не то, что рядом посидеть, и обняться, и посидеть, и пообщаться, или пойти друг к другу в гости. Они на концерты будут ходить? Или на банкеты какие-то будут ходить? Нет, конечно. У тебя самому какие планы на пандемию? Вот я сейчас спрашиваю, не просто как артиста, как творческого человека, как продюсера. С учетом вот этого года, неудачного, можно сказать, 20-го года, по всем причинам, на будущее, ты будешь как-то учитывать, чтобы, возможно, опять такая вещь, что не будет возможности проводить концерты, либо только онлайн. То есть, какие у тебя планы? Как я раньше сказал, то, что я планы стою сейчас только максимум на две недели, на более дальний срок не могу, потому что я не уверен. но, несмотря на это, сегодня у нас, если помните, конкурс «Во весь голос», который проходит ежегодно, и уже в этом году четвертый год. И буквально на днях, это было не четыре назад, три-четыре назад, мне позвонили уже из Москвы и снова предложили, что проект стартует. Проект стартует, да, мне объяснили, что вот так стартует. В любом случае, это пройдет, это пройдет в сентябре. И должны уже отбирать наших конкурсантов. Я уже сегодня, прямо отсюда я, наверное, поеду уже дальше на отбор, на это самое. Отбор будет, наверное, чуть больше, обширнее. Ну, я, по крайней мере, стараюсь, чтобы обширнее было. Будем надеяться. Вот единственные планы, то, что я хочу, чтобы Таджикистан везде успевал, вернее, участвовал. Если есть определенный, малейший, скажем, малейший шанс на участие на определенных концертах за границей, нужно это использовать. поэтому я стараюсь и в этом году участвовать. Но, правда, это будет тяжело. В чем? Потому что денег нет. Денег нет. Вот уже два, два последних, допустим, года, ну, были определенные, определенная помощь от спонсоров, допустим, ну, по мере возможности. Ну, как я знаю, ты сам тоже тратил. Я сам трачу. И мне, честно сказать, мне это немножечко уже надоело. Не мне же одному это нужно. Когда приезжаем с победой, я извиняюсь, там, со статуэтками, это самое, потом находятся люди, которые говорят, это наши, это мы, это это, это самое, гордость. Но где вы? Гордость, где эта гордость? До этого. Что я один должен это все воплачивать? Поэтому вот эта загвоздка, вот эта проблема, вот мне уже вот здесь стоит. Я очень стараюсь с этим справиться. Я не знаю, как это мне удастся в этом году, но, но, но есть но, я буду стучаться снова в двери, в двери, которые, это не малые деньги. У нас вступительный взнос, допустим, 200 тысяч рублей, не допустим, а это 200 тысяч рублей, это не секрет. Вступительный взнос, это только на то, что мы за авторские права платим. Кроме того, у нас есть расходы на костюмы, элементарно, на костюмы. У меня, у меня, мне говорят, допустим, другие страны, они какие-то родители сами делают, какие-то это, ну, какие родители из наших сами сделают, потому что у меня, вот, допустим, в прошлом году было такое, поза в прошлом году, ну, ребенок очень талантливый, ребенок, допустим, может петь, умеет петь, но папы нету, кормилица, мама, и причем она работает там на двух работах, чтобы как-то выжить. Ну, что мне с этим ребенком, что у них взять, чтобы они оплатили авторские права? Ну, вот такие нюансы, понимаете? И, я не знаю, это Крикушев. Я, наверное, если, ну, нас-то видят, это самое, я просто, может быть, это как бы призыв, к тому, чтобы, может, какой-то спонсор появится и поможет нашим ребятам продвигать нашу культуру за границей. В конце концов, в любое выступление наших конкурсантов, это вот все три года, которые мы участвуем там, вот, любое выступление, оно воспринимается просто по-другому зрителям российским. Почему? Потому что они всем приходят и говорят, что у вас какая мелодика, как, как, как это вы делаете, как это... наша таджистская культура, она на самом деле, мы привыкли к ней, мы не особо внимания обращаем там на определенный нюанс, а в других странах это вау, это говорит о чем? О том, что действительно наша культура, она высокая, но мы не показываем его. Почему мы американизировались? Почему? Потому что они смогли, они все вот свою культуру везде, ну, как бы, определенную свою культуру везде напихали, все сделали, там все. Да, они профессионально делают, да, они красиво все это делают, но они смогли это донести. Почему мы не можем? Почему под нас не подстраиваются, а мы подстраиваемся под другой культуры? Другую культуру. поэтому вот это меня и задевает поэтому я и стараюсь я не знаю я в долг взял для того чтобы оплатить расходы детей детей по сути которых для меня в принципе я их дружи чужие я в долг взял это сделал почему потому что у меня есть вот это то что я хочу чтобы наши везде выступали чтобы наши везде были а люди многие неправильно понимают там даже люди находятся те которые говорят то что миллион заработать зарабатывают я говорю нормально это казахстан в прошлом году допустим вот это все умалчивается это все не 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 это за в казахстан поехали двоих я отвез на конкурс юнеско извините оба наших конкурсанта взяли лучшие места оба из конкурсантов взяли лучшие места одни из лучших мест там по определенным там хореография была там вокал был это самое это выступление я наверное выложу ближайшее время мы не выкладывали так как там не прислали но это выступление выложу просто зритель сделает это свой вывод кто был лучший как как наших принимали и это самое об этом умалчивается то что мы за свой счет это все делаем бегал искал где-то находил где-то не находил где-то что-то со своего кармана поэтому друзья я бы я просто хочу призвать определенных людей но это мы в ресторане то сидим я знаю с определенными моментами делами знакомых расходы и расходы ресторана допустим вот да я тысячи полторы тысяч долларов за вечер ну нельзя ли поддержать наш 300 долларов 400 долларов просто возьмите вот помогите одному из конкурсантов просто возьмите ему одежду костюм костюм таджикский костюм который покажет нас на нашу нашу культуру просто возьмите сделал вы намного приятнее когда ты смотришь с российского канала наших красавцев и красавиц которые в нашем одеянии нашу песню поют на таджикском песни на таджикском на русском тоже поют правда но и на таджиком тоже поют поют это же намного приятнее и ты знаешь что что-то лишний раз не эту пара не нанесел допустим помог этому ребенку и ты внес свой вклад в жизнь этого человека зафальден с ну с надеждой того что будет в скором времени действительно и те люди которые будут поддерживать наших ребят которые выступали на других странах и и и на мисловых и мы в свою очередь тебе желаем удачи и спасибо огромное то что ты сегодня у нас нашем подкасте спасибо большое я задумался последней твоей речи я грузить не хотел честно не это не грузило это реально только если мы все объединимся мы сможем идти вперед да я согласен с тобой полностью но это был подкаст 3 медведя с вами был сегодня за фару дуалимов всем пока